Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи. Алексей Штернкукер. Экономика США ждет перемен. И наш коллега, трейдер, управляющий активами из Одессы, Алексей Штернкукер, уже с нами. На фотографии, друзья, перед вами это не Алексей Штернкукер, а вот логотип Utrade TV справа, очень грамотно размещенный Алексеем Штернкукером, это наш. Алексей, приветствуем вас! Добрый день, Игорь, добрый день, коллеги! Что интересного по США сейчас происходит? Много дискуссий, что думаете вы? Ну, сейчас, в принципе, расскажу, устраивайтесь поудобнее, как вот этот кошак. В принципе, я начинаю, думаю, будет многим интересно. Ну, как многие уже знают, я, в принципе, не торгую какие-то теории вероятности. Больше склоняюсь к тому, что показывают цифры в экономике, да, и из этого устраиваю какие-то свои бизнес-циклы в ожидании, там, какой-то горизонт времени. Горизонт, как правило, от одного месяца и выше. Ну, и более точные прогнозы всегда идут квартальные, более-менее, так сказать, либо на год вперед. Ну, данный обзор предполагает немного другое. Это говорит о том, что ПРС заявляет о небольших переменах. И об этом уже подразделения Федеральной резервной системы начинают об этом говорить и выстраивать некие прогнозы. Ну, по крайней мере, в Америке работают сообща, это видно, они поддерживают бизнес, они поддерживают предпринимательство, да, и, как бы говоря, уровень доверия к ПРС намного выше, чем каким-то отдельным банкам или прогнозам. Поэтому мировое сообщество именно наблюдает за действиями Федеральной резервной системы. Но прежде чем начать вот этот обзор, он будет небольшой, такой, скажем, короткой версии, усеченный, но, в принципе, я попробую донести вам небольшую суть. Мы, как правило, всегда смотрим на какой-то актив, да, на какую-то цену, и вот перед вами Dow Jones, да, вы его видите, вот с реальными ценами, так, как он выглядит. Когда мы смотрим на такой график, мы, в принципе, не видим вот этот бычий рынок 20-го года. Вот эта «Великая рецессия», как ее называют, 29-го года, мы точно так же ее не видим. Что это за рецессия, там вообще непонятно, да, и вот так вот. Здесь произошла отмена брутонгутской системы, да, ну и, в принципе, вот этот график отражает величие Америки. Ну и в дополнение я к этому графику скажу, что он не отражает всего происходящего на этом графике. Поэтому многие трейдеры, ну, могут ошибаться, когда вообще на любом отрезке выстраивают график, они не видят ни скорость изменения актива, не могут его неправильно санализировать. Поэтому, в принципе, мы смотрим другие графики, либо смотрим экономику. С 2008 года, когда появились, в принципе, компьютеры, крупные участники рынка, о которых мы тоже сегодня поговорим, они вообще больше не смотрят на сцену. Они смотрят только на показатели, да, и здесь благодаря математике выстраивают свою стратегию. И в дополнение к тому, чтобы увидеть реальное отражение этого графика, нужно просто график построить в логарифмическом двоичном графике, вот как он выглядит сегодня, сейчас вот на данном моменте. И вот мы его сейчас в таком виде, в котором видим, это тот же самый график, просто он уже отражает все события, которые произошли на графике, и о них просто можно будет детально говорить. Ну, и к этому ко всему мы будем, в принципе, возвращаться, потому что я немного покажу, что какие перемены нас, в принципе, ждут. Как вы видите, вот здесь вот у нас уже явно выражен бычий рынок, да, бычий рынок 20-х годов, потом рецессия. И мы видим, какая была сильная рецессия в 29-м году по отношению вот к этой маленькой, да, которая была в 2008 году. По сути, это какое-то не настолько страшно, как это было, например, вот здесь. Теперь как бы мы в отражении видим, где были реальные проблемы на этом графике, да. Мы видим, где он стоял и не мог расти. И, в принципе, можем уже начать понимать, что, когда, как выстраивалась экономика, и как выстраивалась эта кредитно-денежная политика. Теперь перейдем к тому, что из всего, из этого, ну, этот график отражает, по сути, две вот этих линий. Это доходность на краткосрочные облигации, да, то есть ставка банковского кредитования, либо она более схожа с федеральной ставкой, да, и инфляция, потому что они, в принципе, тесно связаны. И когда вот смотрите на этот участок, как вы видите, он с 50-х годов здесь построен, да, экономика вот в этом моменте менялась очень много-много раз. Были моменты, когда инфляция была очень низкая по отношению к доходности, да, и было все наоборот, когда инфляция была выше доходности, да, то есть в этот момент рынки постоянно менялись. Вот, к примеру, если вы знаете, сколько раз менялась экономика за последние 50 лет, да, по вашему мнению, вот напишите, укажите, но я пока пойду дальше. Какие нас ждут перемены, о чем заявляет сегодня ФРС? Ну, во-первых, все уже знают и понимают, что у нас запускается цикл растущих ставок, и ожидается, у нас ожидается рецессия в какой-то промежутке времени. И также в США наращивают добычу нефти. Какие из этого выходят изменения? Согласно ФРС, главная новость США – это то, что американцы становятся чистыми импортерами. То есть они обеспечили себя, обеспечивают полностью себя нефтью. То есть им уже внешняя нефть, по факту, в ближайшем будущем будет вообще уже не нужна. Они уже добились этого, то есть они начинают продавать за рубеж, да, другим странам продавать. Прогнозы ФРС устраиваются таким образом, что в 2019 году ФРС становится чистым импортером. К 2020 году, по оценкам ФРС, вот в этот промежуток времени должна произойти рецессия. И новое ожидание того, что к 2024 году американцы нарастят 20 миллионов баррелей в сутки. Будет ли эта цифра? Не будет, мы еще пока не знаем. Но они поставили эту уже цель и поставили этот прогноз на 2024 год. И тем самым они говорят, что к 2024 году у них ставить торговый баланс будет профицитный. Что, на мой взгляд, изменит экономику вообще в другую сторону. Хотя это еще все равно под вопросом, но цели уже озвучены. И из всего мы видим, что добыча нефти действительно наращивается. И уже они занимают первое место среди России, Саудовской Аравии. На момент 2011 года, когда у них нефть была заморожена в стране, они только добывали в нейтральных каких-то территориях, либо где-то под лицензиями работали в каких-то странах, добыча составляла около 6, чуть ниже. Им, в принципе, не хватало 6, что отражают этот график. Снизу вы увидите экспортеры и импортеры страны. И увидите, что внизу американцам не хватало вот этих 6 миллионов баррелей в сутки. Теперь, когда мы это понимаем, мы должны понять, какая была цель у экономики США на этот момент, когда американцы были потребителями. То есть им не хватало этого. Это мы будем оценивать, ну, со слов ФРС, с их оценки того, какие они предоставляли нам графики, потому что они соответствуют действительности и отражению того, что происходило, как бы говоря, в их экономике. И перед вами график. Это когда США были импортерами, они покупали нефть за пределами. И мы видим, когда были цены на 40 баррелях, да, где-то вот на этом уровне, это помогало влияние, помогало росту ВВП где-то чуть больше 0,1%. Понимаете, да? То есть дешевые цены для них были выгодны. Это стимулировало рост ВВП. Когда нефть была от 41 до 60 баррелей, да, рост ВВП был очень низкий, да, как бы говорят, но тоже был положительный, то есть тоже они стимулировали рост. 61 до 75, как вы видите, да, то есть был нейтральный ВВП, не стимулировал рост их. Когда нефть поднималась выше 76 до 100 баррелей, да, это отрицательно сказывалось на их ВВП. Я думаю, вы вылавливаете смысл того, что высокая нефть била по ихнему ВВП. То есть и контроль за ценами был в любом случае с их стороны, но они его теряли. Я сейчас покажу на графике, когда они теряли контроль над ценами именно определенный период времени. Сейчас мы смотрим в тот момент, если они будут использовать, экспортировать нефть и нарастят свою добычу до 20 миллионов, то есть 8 миллионов баррелей будут продаваться на внешней рынке, то в любом случае ВВП ихний, да, он будет все время положительный, то есть будет рост ВВП. То есть экономика немного меняется, да, и говорит о том, что им будет выгодно работать по высоким ценам, потому что это будет сказываться на росте ихнего ВВП. Это главное отражение всего, в принципе, в экономике. Чем выше цены вы продаете, чем выше ваша доходность, да. Американцы умеют контролировать эту цену. И вот, в принципе, вам график, когда был потеря контроля. Именно в 2004 году, когда они залили внешний рынок деньгами, в этом говорит отчет Международного банка, Всемирного банка, всем не хватало денег, экономика, в принципе, развивалась, все брали денежки в долг, да, и в этот момент был залит рынок настолько, что они потеряли, в принципе, контроль над ценами, и цены сильно устремились вверх, чтобы было не выгодно США. После этого уже к 2010 году они его начали стабилизировать, ну и, в принципе, опять же, благодаря программе Куи, которая произошла вот в этот отрезок времени, с 2008 по 2014 год, да, их как-то более-менее баланс цены устраивал. После этого нефть рухнула, да, и мы, в принципе, посмотрим, какие причины они сделали, как они имели контроль над этими ценами, но цены, в принципе, рухнули. Рухнули, стабилизировались и стали стимулировать их нерост. Как вы знаете, с 2016 года S&P полетел в тренд. И, как вы видите, я показал рубеж, что выше 75 влияло на рост ВВП в США. И, как мы видим, они не дали ему подняться выше, они его, в принципе, здесь остановили, да, и, возможно, какие-то другие причины были, мы их не рассматриваем в этом обзоре, но это говорит о том, что цена находится где-то вот в этой зоне и справедливая цена от 40 и до 75 по ВТА. Именно вот на тот момент, который есть сегодня. Конечно, если добыча будет наращивать, им будут выгодны более высокие цены. Теперь мы посмотрим их непримерную доходность с того, ну, как бы, планирования, так называемое. И мы видим, что сегодня от продажи нефти в США они получают 245 миллиардов в год. Если они нарастят добычу до 20 миллионов баррелей, мы видим, что доход будет пропорционально увеличиваться в положительную сторону, что скажется на положительном балансе США. Я думаю, с этим спорить не нужно. И из этого мы получаем то, что торговый баланс США, который вот мы видим, он отрицательный, как вы знаете, Трамп пытается его исправить, там, на Китай пошлины накидывают, да, этот баланс перейдет вот в положительную сторону по оценкам ФРС уже к 24-му году. Не знаю, произойдет это, может, они перестроят экономику в другое планирование, но смысл в том, что в растущие ставки и в плавающими курсами еще никто никогда не торговал. Возможно, вообще денежная политика вообще изменится в корне, да, мы, в принципе, должны просто за этим наблюдать. И, как мы видим, торговый баланс 90-х годов как раз показывает бычий рынок вот этот 20-х годов, перед 20-м годом, перед 29-м, да, потом тренд, который у нас был с 47-го, с Бертон-Вузскую систему, да, мы видим военные годы, как они зарабатывали. Конечно, здесь это в пропорциях выглядит немного иначе, то есть здесь они зарабатывали где-то 1 миллиард, 800 миллионов, но по тем деньгам это огромнейшие деньги, ну и, в принципе, это нужно умножить на 250 где-то приблизительно, то есть в тот момент они зарабатывали по текущим деньгам 250 миллиардов, их положительный баланс был, вот то, что мы здесь видим. И, переходя, почему это запускается, этот цикл, да, показывает вот еще раз вот этот график. Это у нас реальные располагаемые доходы и личные расходы на потребление. Верхний график показывает именно в период растущих ставок, да, что экономика шла вверх, все росло, да, и она поднималась. То есть доходы были соизмеримые с расходами, люди больше зарабатывали, чем тратили. И потом, в определенный момент, с 80-го года пошла обратно, то есть они запустили цикл долговой ямы, да, всех стали в долги вкладывать, и он, вот, единственное, не ушел у них в отрицательную зону. Если бы он ушел в отрицательную зону, возможно, была бы нагрузка на обслуживание госдолга ихнего, да, потому что больше банкротств вероятнее было, ну, и, как бы говоря, спрос бы падал. Падал, потому что люди больше бы тратились не на товары, скажем, вторичного пользования, да, ну, как долгосрочного пользования, а на первичный, то есть на какие-то продукты питания и тому подобное. Ну, и по большому счету мы видим, что он постоянно в процентном соотношении в отрицательной зоне, и подтверждение будет являться, что экономика меняется, если они перейдут в положительную зону и начнут здесь закрепляться. Вот, и это говорит о цикле растущих ставок, по большому счету. Теперь, когда мы, я решил посмотреть, когда вы все смотрите, что такое госдолг США, да, который достиг 22 триллиона, кто является держателем госдолга. Многие думают, что это только страны, на самом деле это и страны, да, и вот перед вами, в принципе, табличка. Разные данные за разные года, но, по крайней мере, она более адекватная, которую я собрал. И в чем из этого видео? Что на первом месте, это 10 триллионов долларов, да, госдолгодержателем является сам ФРС и правительственные холдинги, как вы видите. То есть, понимаете, да, разницу, которая заявляет нам в 22 триллиона и где она находится, больше эта часть. На втором месте это Китай, на третьем месте это корпорации и те, кто живут за счет субсидий, частные лица, брокеры, дилеры, доверительные фонды, сберегательные фонды. То есть, вы понимаете, это те, кто идет за рынком. То есть, это главное, на что я хочу подчеркнуть, это главное то, что они идут за рынком, они доверяют, они дают им в долг. То есть, они не храняют свои деньги. Сейчас мир устроен таким образом, что доллары невыгодно хранить, потому что они обесцениваются, да, по крайней мере, политика ФРС так устроена, что деньги постоянно обесцениваются, деньги в систему поступают, да, и тому, в принципе, подобно. Поэтому те, кто деньги сразу же заработанные переводят по обязательству, они эти деньги, в принципе, сохраняются, потому что они в любом случае покрывают инфляцию. И вот те, кто идет с ФРС, то есть, накапливает госдолг США, дает им в долг, да, заработанные деньги, и мы, в принципе, видим пенсионные, паевые, местные органы власти, это Штаты, и тут появляются у нас страны Великобритания, потом кредитные банки, сберегательные банки, страховые компании, и самая интересная строчка в 11 месте – это нефтеэкспортеры. То есть, страны нефтеэкспортеров, компаний, они точно так же идут за рынком, и, другими словами, они вкладываются, они страхуются таким образом, заработанные деньги вкладывают в госдолг США. Тайвань, Швейцария, конечно, у них вообще 30% ВВП обеспечено госдолгом США. И я, в принципе, решил посмотреть, небольшую табличку вам дать, немного отвлечемся от темы, в принципе, посмотреть, те страны, которые имеют большой госдолг, какая у них инфляция в стране, да, и, в принципе, те страны, в которых нет госдолга, потому что, например, там кто-то говорит, о, зачем вы там в Америку вкладываетесь, какой толк, вот лучше в нашу экономику. Во-первых, нужно доходы чем-то обеспечивать, обеспечивать не хранением денег нужно, а обязательствами, запомните это, в принципе. И когда мы посмотрим на эту табличку, мы увидим инфляцию в странах держателя крупного госдолга, и их отсутствует, да. Так, мы увидим Россия, инфляция, 203%, госдолг, там, 10 миллиардов, Бразилия, 123 за последние 9 лет, США, 41, Китай, 41, Британия, 33, Австралия, 51. За 19 лет вот такая была инфляция. И, как вы видите, помимо вот этих, я не указал, там, Япония, потому что там еще меньше, да, то есть у них вообще сдержанная экономика, у них вообще проф полная стабильность. И выходит, что те, кто держит госдолг, у них экономика страхуется, страхуется именно госдолгом. И мы это видим. И Бразилия с 2014 года начала наращивать резко покупка госдолга, тем самым обеспечивать стабильность своей экономики. Сегодня уже инфляция за последние 8 лет составляет всего 34%. Видите, какое показательное. Как резко они его сократили. Россия тоже сократила, потому что они были держателем около 100 миллиардов, но потом они его почему-то распродали и опять вспыхивает инфляция, опять она неровная и тому подобное. Видите, какая инфляция в Китае, в США, она более стабильная при низке процентных ставок. То есть на заработанные деньги нужно чем-то обеспечивать, не в хранении денег, а в госдолге. Это ваша, в принципе, страховка. Просто делаем небольшой вывод. Теперь пойдем, в принципе, дальше. Понятно, что теперь, когда мы будем переходить с положительного, с отрицательного баланса в положительный, мы должны, в принципе, понять, как экономика работала вот в этот период. Этот период у нас, в принципе, будет на следующем графике. Внимательно просто посмотрите, да, что когда она достигала 5%, да, экономика падала, погружалась. А момент того, когда экономика поднималась выше 5% по федеральным фондам, да, она вообще не могла расти. И также обратите внимание на скорость поднятия процентной ставки. До 5, они шли 20 лет. Сегодняшний тренд, который мы видим, скорость изменения и роста, она слишком большая. То есть она слишком быстро убивает экономику. И, скорее всего, путь повышения процентных ставок с таким резким ростом еще экономика не готовится. То есть это будет у нас, вероятно, всего впереди после следующей, ближайшей рецессии. Ну и подтверждение этому графику. Мы видим, действительно, здесь низкие ставки. Они где-то приблизительно совпадают, да. Но это цикл только, который заканчивается. Мы еще не знаем, как он будет развиваться здесь. Но, в принципе, видим, что скорость должна быть в течение вот такого времени, да, идти к 5%. И вопрос, почему выше 5% экономика не росла в Америке? Дело в том, что если проводить какие-то отдельные сравнения, мы получим очень интересные цифры того, что развитые экономики, именно развитые, такие как Европа, Австралия, Новозеландия, они в ставки точно так же приближены. И так как эти страны имеют относительно положительный, конкурируемый рейтинг, то есть высокий, там, серии А, да, то рынок начинает очень сильно с американским конкурировать. Часть денег, вероятнее всего, уходит на эти рынки. Ну, по крайней мере, это Канада однозначно, да, мы знаем Австралию, Новой Зеландии, Германия на те годы, да, Франция. Поэтому вероятнее всего из этого, но, по крайней мере, это не тема этого исследования. И следующий график именно это и показывает в логарифмической шкале на Dow Jones, да, там, либо S&P, как вы хотите смотреть, они, в принципе, идентичны, да, и показывают, что в тот момент, когда была ставка 5%, мы видим, американский рынок не мог расти. Как ставку стали понижать, вот этот цикл здесь прошел, рынок вздохнул, да, и здесь началась другая экономика. Точно так же было в 29-м году, мы поднимались до 5, рухнули, в 20-м году поднимались до 5, рухнули. Ну, и, в принципе, вот на этом графике, вот здесь вот, как вы заметите, вы, в принципе, эти моменты здесь видите. Теперь немного буду заканчивать и сделаю небольшое показание для золота. Вообще золото, ну, на мой взгляд, это не инвестиционный инструмент, он никакой доходности не дает. Это, в принципе, раньше, до, когда был золотой стандарт, не были обеспечены деньги, мы это, в принципе, понимаем. Если вот мы посмотрим на историю золота, да, вот у нас есть с 1800 года, тут афера Гулда была, одна такая большая, золотого, золото взлетало по сертификатам, то есть мошенничество было, вот, потом более стабильное, и уже вот здесь вот, когда бракенбургская система обеспечения золотом запускалась, мы видим, она вот чуть поднялась по цене, была переоценка сделана всего, и после 71 года, вернее, до 68-го, и уже стали опускать, перешла вот в такой вот, в принципе, резко повышательный тренд. И всего мы видим, в принципе, изменения, которые, в принципе, произошли. За 100 лет 337% инфляции было. С 71-го года десятилетия дала 306%, двухлетняя, с 77-го 224. Просто я брал именно сезонный, нам нужны сезонные составляющие, исправленные цифры брать, поэтому с 71-го я не стал сам сидеть, делать, то есть подгонять цифры, просто поставил, как есть. И самое интересное, с 71-го года инфляция была 126%, доходность корпоративных облигаций 261%. Ну и вот мы видим рынок облигаций, ЦЦ, это преддефолтный, высокий процент. И о чем это, в принципе, говорит? Говорит о том, подтверждает, что хранить доллары невыгодно, и выгоднее иметь обязательства. Обязательства такие, которые вы можете пойти в любой момент на вторичный рынок, их продать, получить деньги, а потом купить то, что вам, в принципе, нужно. Ну и, как бы говоря, американские развитые рынки это, в принципе, предоставляют. Из всего выходит, что золото у нас, если накинуть просто инфляцию, на сегодняшний день должно стоить 263 доллара, без учета затрат на золото добычу. Ну, золото добыча в странах разная, где-то это 100 долларов, да, где-то это 300 долларов, где-то может быть 500 долларов, ну, везде разные, по большому счету. Но то, что мы вот сейчас накинули, инфляцию, среднюю, золото явно имеет какое-то преимущество по отношению, ну, как бы говоря, с ростом других металлов, оно более переоценено. Но есть ли у него потенциалы вверх? Ну, в нашем случае, как бы говоря, гарантированно, уверенно, выстроить главный бизнес-цикл у него невозможно, потому что золото не является каким-то поводом инвестиций, там, да, либо каким-то гарантией, обеспечением чего-то. Поэтому пока рано в нем говорит о том, что золото может пойти, там, на 6 тысяч, на 10 тысяч и тому подобное. Ну, и так слишком дорогое, по большому счету. Но, опять же, это просто говорю текущую ситуацию в горизонт, я не говорю какие-то конкретные прогнозы. Ну, и в заключение я, в принципе, подчеркнул, покажу вот этот короткий график, и вам скажу, что никакие вышки, там, запасы, ну, на мой взгляд, это ничего не работает. Вот вам готовый график того, что когда происходит замедление в экономике, и об этом кто-то начинает говорить, явно, да, и говорит это не какой-то банк, которому вы не доверяете каким-то аналитикам, говорит ФРС, который фиксирует это, заявляет на своих заявлениях, и мы видим, что черная линия – это цена нефти, бренд. Красная – это денежная масса, увеличение денежной массы. Синя – это инфляция. Ну, и мы видим, в принципе, период, когда замедление, вливаются деньги, да, на внешние рынки вьются, да, и мы видим, что 297 миллиардов было за 12 месяцев влита в период 2014 года, падение инфляции, денежная масса влилась, цены упали. И вот это продолжается по сей день. То есть американцы здесь устроили таким образом, что все страны согласились с тем, что будут оценивать свои активы в долларах. Понимаете смысл? В долларах. Американцы рулят этим долларом. То есть захотели через фонды, всемирный банк, кому надо, денежку дали. А к себе в страну эти деньги лишние не пускают. И когда денежная масса, мы видим, более стабильная, да, начинает присутствовать инфляция, цены начинают расти. Вот их, в принципе, контроль. Но я подчеркну, что этот график не прогнозирует, он оценивает то, что мы, в принципе, видим на этом графике. Поэтому графику прогнозы никто не строит. Он строится совершенно иначе и по другим показателям экономичным. И, в принципе, мы сделали такую оценку, что мы заканчиваем. И я вам, в принципе, говорю спасибо за внимание. И помните, неважно в какой стране вы живете, помните, ваши деньги должны быть в долларовых обязательствах. Либо какой-то актив, купите акцию или тому подобное, они должны, в принципе, приносить вам деньги. У меня, в принципе, все. Спасибо большое, Алексей. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Друзья, это была пятиминутка рекламы американского доллара. Явно, что Алексей Штарнкультер получает американскую визу, и как раз-таки ему надо показать, понимаешь, свое правильное отношение к этому, ко всему. Я шучу, друзья. Алексей, вопросы уже серьезные, абсолютно вопросы. Смотрите, пишут здесь, Феникс пишет. Алексей, верно ли я понимаю, что, исходя из логики, дорогой рынок углеводородов будет интересен им только при достижении определенной нормы в добыче? Конечно. Конечно. Если они сейчас начнут больше продавать товаров, то есть экспортерами становиться, экономика автоматически перестроится. Я понял. Спасибо. Чем больше добычи, чем больше товара будет произведено и продано, но они все равно будут это корректируют таким образом. Они же там отслеживают общую ситуацию на рынке. Они, в принципе, таким образом могут в долги вгонять еще больше в другие страны. То есть кому-то будет не хватать, они говорят, ну давайте мы вот вам по 3% дадим, вот международный фонд вам даст 20 миллиардов. Они такие, да, да, давайте сами влазят в эти долги, берут деньги и начинают работать, торговать таким образом. Американцы с этого, теперь эти же товары, да, если раньше они дешевые товары, у них покупали, то теперь наоборот получают. они будут производить товары и им же эти товары дорогие продавать. Ясненько, поняли. Спасибо, Алексей. Евгений из Питера пишет, Алексей, сколько ты тратишь время на это своего? Ну, на подготовку обзора такого качественного, интересного. Да, частный М2. Серьезно, он здорово, как коллеги видят. Ну, я, в принципе, уже имея готовые там экономические свои шаблоны, я уже, как бы говоря, одним глазом могу там протокол ПРС читать, сразу же понимая, какая ситуация на рынке, как бы представление имея, и вы понимая, какие у них сегодня цели, о чем они больше обеспокоены. Ясненько, спасибо. Вообще все просто в Америке. Там у них ПРС, да, который по большому счету там имеет 12 региональных банков. И часть этих банков, да, ну, все эти банки, по сути, да, ПРС, подразделение ПРС, находится в 12 штатах, да, и каждый занимается своим делом, то есть какие-то, какой-то своей ветви экономики. Ну, и, как говорится, там, денежной политикой занимается там Санкт-Луис, да, Нью-Йоркский банк, по большому счету, рынка презентования там и тому подобное. Но каждый банк имеет один голос. И когда они пишут этот протокол, каждый член банка выступает по большому счету, да, и он говорит, согласен он там, не согласен с такими действиями. То есть решение принимается вот этим 12 банков. А их не руководители, по большому счету, они, так скажем, выступают где-то там в учебных заведениях, там, ну, и тому подобное, да. Они пишут какие-то там конспекты, какие-то идеи говорят, что происходит. Они публикуют свои индикаторы, показатели, это все, в принципе, бесплатно идет у них. А мы, в принципе, смотрим, мы сравниваем, там, большая база есть. И из этого сразу же выстраивается там вся математика ихняя. И все ясно, что главная цель ихняя, чтобы фондовый рынок рос, доходы росли и тому подобное. Иментарно, нам не кажется. Просто нужно какое-то соответствующее, какую-то базу иметь, образование, мы что-то не знаем. Я вообще считаю, что, где я только не был, там, в ЕСПБ, там, на лекциях и тому подобное, я вообще сделал такой вывод, что на СНГ, на просторах, вообще нету профессиональных трейдеров и нету профессиональных там фондов каких-то управляющих. А почему? Вопрос заключается, ответ заключается в том, что в Америке они все работают сообща. Они контактируют все друг с другом, они там собираются и тому подобное. Они сразу же делают планирование на полгода, они об этом сообщают между собой. У них поэтому там все гладко, ровно, да. И они, в принципе, вот всегда следуют за рынком, а следование за рынком – это покупать американский долг США. То есть они страхуются сами же у правительства. И там все, в принципе, в таком вот виде выглядит. Ясненько. Понял вас, Алексей. Спасибо вам большое за ваш обзор. Ну, а если золото внезапно рухнет до уровня 263 доллара за тройскую унцию, мы будем знать, кто в этом виноват. Потому что если сейчас пойдет эта цифра гулять, когда все узнают, что вот она реальная, так сказать, рентабельная, реальная доходность, то есть уровень, с которого уже получают доход люди, естественно, на тысячу баксов все это продавится вниз в легкую. Спасибо большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.